так друзья приехали мы смотреть как разбирает нашу фару куча очередь очередь огромная но мы походу без очереди так 1 фара собрана масочка внутри уже черная как фара 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 проблема с парой то что у нас она адаптивная правильно так у нас задача в адаптивную в адаптивную пару воткнуть не штатную оптику вот мастер сказал что очень много времени потратил раз 10 больше чем на обычную пару проблема лишь том что она адаптивная кромывки трогать пальцем нельзя остаются отпечатки дело очень аккуратно мы сейчас что можем увидеть а кстати будет видно адаптивную вот этот фару поворотную что линзы поворачивает смотрите вот так фара на самом деле практически пустая хотя она адаптивная поворачивая руль фара поворачивается в сторону поворота руля и кстати мне показалось при повороте допустим налево одна линза поворачивается больше другая меньше а в другую сторону опять-то одна больше другая меньше вот так всего лишь три минуты и пара разобрана у нас дешевые китайские лампочки друзья у нас лампочка стояла не за 8000 эта лампочка за 1300 по-моему так теперь давай рассказывай как это все дело происходит но покажем так вот она стоит она на вот этой пластиковой рамки крепится к корпусу да это называется кровать а по а линза как едет за счет чего поворачивается который а ну-ка покажи можем сейчас показать как на швелите или вряд ли а я понял ты сейчас отключишь его и мы сможем ее пошевелить верно то есть давай мы сделаем наоборот мы будем держать вот это и крутить линзу вот ничего не ход какой вот таким образом у нас линза поворачивается так давай мы посмотрим что у нас там с отражателем нифига тут не видно шторка закрывает но на самом деле а в чем проблема покажи может быть на этой фаре видно нет это я понимаю я имею до что проблема чтобы установить другую линзу в чем проблема достаточно сложно так скажем штатные места все будет адаптировано так под это место приходится много всего переделывать передача вырезать переходи киев всякие выделывать своими руками нет как у готового решения все тут как бы можно показать как будто у вас обрано ну давай может быть попробуем разобрать хотя бы вот эту посмотрим теснее покажем нам наши задачи вот там вот этот процесс вот штатный и заканчается вот это короче она короче дождается на утре и все задачи подавать так чтобы она кроватка вот эта вся была внутри основе моё то есть еще раз может быть пропустил я смотрел не в телефоны сюда то есть у нас получается при правильном креплении вот так показываем да что это линза короче это длиннее а должна она стоять вот в таком положении и и мое то есть это нужно было вот здесь раскручивать и ставить какие-то проставки переходные рамки которые переходная шва не подарки адаптив а под это адаптив переходных рамок нет вот вами проблема на то есть у нас тоже бывают такие проблемы не всегда все с первого раза получается давай разберем живой процесс а в общем сколько занимает вот на этой фаре мерседес меня ли стекло сразу видно да да и корпус в принципе тоже новые это тоже видно сколько времени занимает у тебя такая работа и стекла получается полная переборка фары вот это фара сколько занимаешь то есть полтора часа разобрать проводку переставить сюда все но еще много времени занимает печка то есть без печки это получается минут 40 нам 30 вот чисто вот вот крутить болтики сколько занимает времени 20-30 минут то есть из этого времени очень много печка отнимает обеспечки никак нельзя у нас печки сейчас нихрена нету а нет есть тюнинг мотоциклетной фары то нам ее дадут красить а корпус audi q5 так чего у нас тут так возвращаемся сюда все пропустим это называется вот этот постель осталось на это у нас нет кроватью это кто-то придумал постель кровать я знаю что в моторах постели кровати бурты чак бурты ты ладно корпус и стекло все понятно вот постели кровать лучше нихрена не понимают слушай а вот далеко моя старая линза так это не она так это тоже не она я просто значит хотел я думал если снять полностью линзу и показать вот не сбоку не с края а вот прям все что показать выгоревший отражатель то есть простым языком разломать это получается вот эту кровать сервоприводом она и можно открутить не обязательно ломать до вот наверно этих линз уже тьмать мучки да в детстве бы такую линзу за лупой выжигать целая проблема была наш отражатель как ну вот в принципе что левое что правое состояние у них примерно одинаково сейчас посмотрите края светятся а серия там где нужно чтобы свет отражался она не то что матовая она даже черная это потеря в процентов наверное 50 даже больше потому почему выгорает основной то есть все друзья вот у нас там пять минут буквально да и даже адаптивная фара разобрана а это я так понимаю это не адаптив это обычная тоже адаптив вот так вообще будет круто видно на спасибо ну вот смотрите отлично все видно а я что даже сделаю черненький отражать и ладно все вот друзья все мы вам показали рассказали ждем завтрашнего дня где и завтра уже пару будут собраны на завтрашнего вечера да потому что проблем здесь реально очень много это все не штатные это все это уже доделки тюнинг колхоз кто как любит тот так и называет но не всегда колхоз это плохо в данном случае это кстати ли еще и не лезет туда в общем есть чем заниматься в общем есть чем заниматься ладно чё друзья все что показали офигеть пару сам первый раз вижу вот такую пару разобранную теперь я понял как все это устроено как это работает так что если кому интересно вы знаете куда обращаться я думаю если на адаптиве воткнули ледовскую оптику поверьте на галогене или на обычном ксеноне это сделать 10 раз проще